Мы постепенно подходим к моменту реализации третьего этапа нашего проекта Blockchain Capital. Так уж устроена жизнь и так работает бизнес. От момента возникновения бизнес-идеи до реализации каждый проект проходит обязательно этапы становления. Каждый бизнес и каждая команда будет проверена на прочность по всем параметрам. У нас с вами были жаркие споры о том, с какими продуктами мы придем в рынок. У многих были соблазны пойти по легкому пути, например банальные спекуляции и даже создание пирамид. Мы потеряли часть нашей команды, но выстояли. У нас были трудности с первыми инвесторами, когда они буквально через две недели после покупки инвестиционных токенов ультимативно потребовали деньги. А процесс, который уже был запущен и работы проплачены, мы выстояли. Это был 2017 год. В 2018 году весь год был посвящен на создание и запуск релевантных продуктов. И мы отрабатывали первые шаги по продвижению их по всему миру. Была создана команда, которая принимает конкретную маркетинговую стратегию. Это важно. Если команда будет работать как рак, лебедь, да щука, то это большая проблема. Это момент испытания. Мы создали систему проведения базовых семинаров как основу с бытовой стратегией. Базовый семинар решает целый комплекс задач по созданию с бытовых сетей. И сегодня никто уже не сомневается в их эффективности базовых семинаров. И большинство лидеров понимают суть системы Multi-Level Marketing MLM. Они понимают отличие MLM от интернет продаж, от прямых продаж и от различных тренингов. Итак, у нас есть продукт. У нас есть система обучения и мотивации. Солдат, как бы он не был подготовлен физически, как бы он не умел хорошо стрелять, он самостоятельно не пойдет на поле боя. Нужно нам отработать технологию организации эффективной работы системы сражений. Иногда такую систему называют Battle. С английского языка Battle переводится сражение. Система Battle нам знакома, не теоретически. Мы имеем опыт успешной реализации этой системы. Данная система позволяет даже новичку в первые же месяцы реализовать до 100 и более контрактов. Послушайте внимательно и посмотрите несколько видео. Студия Джон, как поживаете? Вы отправили нам открытку пару недель назад с вопросом о дешевых акциях с наибольшей возможностью роста и наименьшим риском падения. Было такое или нет? Да, я что-то такое посылал. Так, прекрасно. Вот почему я вам звоню, Джон. Кое-что совершенно случайно попало мне в руки. Это, возможно, лучший вариант, который я видел за полгода. За 60 секунд я попробую вкратце его описать. У вас есть минутка? Простите, я очень рад. Компания называется Aerotime International. Это самые передовые технологии местного производства. Они получают патент на новое поколение радарных детекторов, применяемых и в военных, и в гражданских целях. Сейчас, прямо сейчас, Джон. Свои акции они продают напрямую по 10 центов за штуку. И, кстати, Джон, наши аналитики подсчитали, что они взлетят до небес очень скоро. Ваша прибыль с каких-нибудь шести вложенных тысяч достигнет 60 тысяч долларов. Ни хрена себе, это же моя ипотека. Конечно, вы сможете выплатить ипотеку. Эти акции оплатят мне дом? Джон, даже в моей профессии есть один непреложный факт. Я никогда не прошу клиентов судить меня по успехам. Я прошу их судить меня по неудачам, потому что их очень мало. В случае с Aerotime, основываясь на строгих научно-технических фактах, Джон, мы ожидаем колоссального прорыва. Убедили, возьму на четверку. Это я могу себе позволить. Четыре тысячи, это сорок тысяч акций, Джон. Сейчас я закрою эту позицию, и моя секретарша вам перезвонит с окончательным подтверждением. По рукам, Джон? Да, по рукам. Отлично. Джон, спасибо за проявленное доверие и добро пожаловать в наш центр. Это вам спасибо. Я-то что... Пока. Солочь, как ты это делаешь? Одним махом я заработал две штуки. Все на меня смотрели так, будто я первым в мире добыл огонь. Спасибо за звонок. Но мне надо это как следует обдумать и посоветоваться с женой. Могу я вам перезвонить? Они сомневаются. Им надо все обдумать, посоветоваться с женами или зубной феей. На самом деле, не важно, что они говорят. 82 договора. Личных? Первый месяц? Первый месяц работы. Умничка. Меня зовут Вероника, я служба на Сервитамаха. Сервитамаха. Новичок? Тоже первый месяц. Первый месяц работы. 93 договора за бюджет. Правда, Оксана? Правда. Пару вопросов можете задать. Добрый день, плановая проверка пенсионной реформы на вашем участке. Пенсионное строение государственного образца получали? Получал. Тогда к вам необходимы граждане в взрослой категории от 24 до 47 лет. У вас такие проживают? Проживают. Тогда пригласить всех. Вы подходите к вам в взрослую категорию? Подскажу. Еще раз повторюсь, сегодня плановая работа на вашем участке выдаем всем договоры обязательного пенсионного страхования, только при наличии двух документов. Пенсионное строение получали? Получал. Паспорт, гражданин РФ получали? Ну и все. Тогда подготовьте два этих документа и место, где будет удобно писать. Вам сейчас выдан ваш договор обязательного пенсионного страхования. Вам после этого позвонит сотрудник пенсионного фонда и убедится, лично ли в руке вы получили данный договор. После вам позвонит ваш прокачиватель европейский для подтверждения контакта и личной информации. У вас пройти можно? У меня уже есть. У вас какая организация сейчас? Сбербанк. Вы давно там страховались? Ну, две недели назад. Так, вы туда сами приходили, если вы домой пришли? Ну, клипс получал, конечно. А, и вас тут писали, да, предложили? Вы в отделении с бирбанкой все делали? Тогда вы должны были оставить до вам вот таких вот заявлений, с конкретной структурой по заполнению. Вы должны были их сами заполнить и отнести их в пенсионный фонд. Делали процедуру? Ну, я что-то заполнял, но никуда ничего не делали. Ну, вот именно поэтому сегодня плановая работа на вашем участке мы даем всем договор обязательного пенсионного страхования. Только при наличии двух документов. Силс, говорите, получали, да? Ну, конечно. Паспорт РФ получали? Все, у вас пройти послезать можно, да, куда-нибудь? Да, пожалуйста. Все, спасибо. Все. Помните. Плановая проверка по пенсионной реформе на вашем участке. Пенсионное удостоверение государственного образца получали? Получал. Тогда я к вам. Необходимы граждане в возрастной категории от 24 до 48 лет. У вас такие проживают? Да, это я. Тогда пригласите всех. Вы подходите по данную в возрастную категорию? Да, подхожу. Я один. Еще раз повторюсь, сегодня плановая работа на вашем участке по пенсионной реформе выдаем всем договоры обязательно пенсионному страхованию, только при наличии двух документов. Пенсионное удостоверение получали? Да, получал. Паспорт гражданина Российской Федерации получали? Да, получали. А это зачем? Тогда подготовьте эти два документа и место, где будет удобно писать. Сейчас вам выдан договор об обязательном пенсионном страховании, после чего с вами свяжется сотрудник пенсионного фонда и убедится, что данный договор вы получили лично в руки. После вам позвонит ваш страховщик доверия для подтверждения контакта на личной информации. Это нужно делать? Да, конечно. Да, это обязательно. На основании федерального закона номер 75 вам выдается данный документ об обязательном пенсионном страховании. Вы сами запомните? Да, я сама запомню. Вы распишите. После этого вам будет звонить сотрудник пенсионного фонда и убедиться, что вы его личные уроки получили. У вас присядь куда можно? Да, проходите сюда. Все, отлично, спасибо. Заполняй его. Вот, ребята, врубили. Не, вообще классно, понимаете? Отлично, отлично, вообще с тобой. То, что я говорю, что она просто не обращает внимания, это вообще супер. Возражение есть у кого-нибудь? Давай, пожалуйста. Вот на китайском токсин не закидывайте. Обычный человек меня тоже посылает. Я не все возражения отрабатываю, они у меня всегда работают. Я не могу, я не могу. В октябре 2015 года мы начали изучать возможность участия в пенсионной реформе Российской Федерации, которая была запущена еще в 2001 году на основании Федерального закона Российской Федерации номер 173. Сначала мы начали, как обычно, проведение семинаров, персональные консультации, назначение встреч. Дело пошло. 20 или 30 договоров в первый месяц мы подписали. В конце октября, совершенно случайно, мы познакомились с системой Баттл. И уже в ноябре мы сделали 1200 договоров и в декабре 2015 года 1500 договоров. За два месяца 2015 года, ноябрь и декабрь группа, ну примерно из 20-30 активных партнеров, не больше, выдали на гора 2700 договоров. И Государственный пенсионный фонд «Будущее», тогда мы еще работали в 2015 году, заплатил нам 1300 рублей за каждый договор. Мы заработали, команда 20-30 человек, 3 миллиона 510 тысяч рублей. Я лично, по-моему, около 500 тысяч рублей. За два месяца это великолепный результат. За первые два месяца. Мы часто повторяем истину. Занимаясь обычными делами, мы получаем обычный результат. Как нам обеспечить прогнозируемые 5 долларов за каждый токен BCT? Сегодня наша команда ежемесячно реализует около 100 контрактов в месяц. Понятно, что недостаточно, хотя рост продаж идет у нас не лавинообразно, а уже начало экспоненты. Как нам достигнут производительности 1000 APT в месяц, например, в августе или сентябре, потом выйти на 5000 и более контрактов ежемесячно? Очевидно, обучая, мотивируя и повышая экспертный уровень наших партнеров, мы достаточно долго будем идти к нашей цели. И даже наверняка новая промо вряд ли что-то сильно изменит. И даже если мы начнем платить, ну, просто фантастически, 3 раза больше, это вряд ли сильно вырастет активность наших партнеров. Друзья, невозможное не существует. Для меня это очевидно. Мы всегда с вами делали, когда вокруг все нам говорили, это невозможно. А мы всегда это делали. После очередного базового семинара объявляется набор в группу Battle. В каждой группе по 5-7 человек. Желающих поработать под руководством опытных профессионалов, которые уже умеют создавать товарообороты в десятки и сотни миллионов долларов, будет предостаточно. У нас в команде есть уже лидеры, способные организовать работу таких групп. Из 200 участников, например, августовского семинара, только русскоязычного базового семинара. Ну, я думаю, найдутся таких более 100 человек. Обязательные условия для записи в десантный отряд в группу – это наличие персонального компьютера, мобильного телефона. И также надо будет купить тетрадь, карандаш и ластик. Естественно, надеемся, что будет хорошее интернет-соединение. И заблаговременно активировать в компьютере и в мобильном телефоне бесплатное приложение Google Календарь и синхронизировать этот календарь со всеми своими устройствами. Сколько будет стоить возможность пятидневной работы в группе прорыва, в группе баттл? Скорее, это не плата, а льготное приобретение. Компания выделяет специальный фонд блокчейн-токенов по цене 50 центов полдоллара каждому участнику баттла. Участник заранее рублевым переводом по курсу Сбербанка Российской Федерации оплачивает 250 BCT. Это 18 раз дешевле, чем их цена размещения сегодня. В конце пятидневного боя количество купленных BCT токенов удваивается и перечисляется в их персональные эфир-кошельки. Плюс к этому участник зарабатывает в ходе сражения дополнительной BCT за успешное выполнение различных заданий. Такая возможность будет у каждого участника группы. Некоторые задания будут оплачиваться чистыми деньгами. Чистые деньги для нас это эфиры. Итак, есть гарантированный результат. Это минимум 500 токенов. 500 токенов это даже если по цене размещения по 9 долларов, это 4500 долларов. Плюс, даже если участник сделает за 5 дней всего-навсего один единственный контракт, и даже этот контракт будет на минимальную сумму на 500 долларов, то он заработает даже на первом уровне, начальном уровне, 60 долларов от этой сделки. Это по курсу рубля. Это 4500 рублей. Будет чем обрадовать семью и даже приехать из сражения, как настоящий герой. Хотя мы и говорим об игре, у нас здесь все серьезно. И надо иметь в виду, что могут быть потери. Это, например, дезертирство. Если участник заранее покинет группу, то все купленные и подарочные токены, и эфиры подарочные списываются. Уважительных причин в бою не бывает. Как нельзя кстати вспомнить сейчас слова американского стендапера Джордж Карлин. Хобби нашего поколения – это тупая болтовня и тупые тренинги. Тренинги типа как за неделю нарастить член на 10 см, или как при помощи медитации привлечь деньги. Тупость. Болтовня типа неудачные отношения, проблемы с преподом и начальник-мудак. Есть только один мудак – это ты сам. Ты сильно удивишься, если просто оторвешь свою жопу от дивана и начнешь что-то делать. А давайте представим, как бы сам волк с Уолл-стрита, роль которой прекрасно исполняет Леонардо Де Каприо, по телефону делал бы приглашение на презентацию продуктов компании Blockchain Capital. Здравствуйте! Моя фамилия Киселев. Зовут меня Александр Павлович. Я звоню вам по рекомендации Натальи Загурской. Вы знаете Наталью Юрьевну? Отлично! Я сейчас разговариваю с Георгием Петровичем. Так? Георгий Петрович, у вас есть одна минута? Хорошо. Георгий Петрович, я вот к какому поводу вам звоню. Наши мобильные телефоны постоянно подключены в интернет. Так? Медицина, страхование, банки, обучение и другие стороны нашей жизни сегодня активно оцифровываются. Это так? Спасибо. Мы представляем интересы Международного цифрового банка нового поколения. Это учреждение работает без наемного персонала. Счета все анонимные. Доступ к средствам только у самих владельцев. Режим работы 24 на 7 круглосуточно 7 дней в неделю. Георгий Петрович, более подробную информацию мы сможем с вами послушать в режиме онлайн в ближайшее время. Презентация будет длиться примерно 30 минут. Если вам и дальше будет интересно, мы с вами снова свяжемся и обсудим детали. Презентации бесплатные. Мы же хотим, чтобы деньги были в надежном месте. Это так? Георгий Петрович, выберите, пожалуйста, удобное для вас время на этой неделе для участия на презентации. Онлайн. Возможно, не выходя из дома. Например, мы можем вторник договориться о времени 18.00. Или четверг время тоже 18.00. Какое время для вас более подходит? Мы же понимаем, что технологии сегодня двигаются вперед. Это так? Мы же хотим, чтобы деньги были в надежном месте. Мы же хотим, чтобы... Мы знаем, что старые технологии всегда приходят новые. Это так. Отлично, Георгий Петрович. Скажите, какой мессенджер для вас более удобный? Ватсап, Зум или Телеграм? Хорошо. Сейчас с вами свяжется наш ассистент и поможет вам с регистрацией на мероприятие. На презентацию мы допускаем людей только по рекомендации, Георгий Петрович. Вашу рекомендацию мы получили от Натальи Загурской. Вы можете записать мой телефон тоже. Он определился у вас? Отлично. Вы можете всегда звонить мне лично. Я всегда буду вам перезванивать. Георгий Петрович, я был рад с вами познакомиться. Настройтесь, пожалуйста, на получение уникальной информации, которую вы не найдете в интернете. Вы же согласны, что интернет не очень приличное место для публикации серьезной информации? Думаю, наше сотрудничество будет долгим и полезным. До свидания. И после положительного разговора на Ватсап мы отправляем ссылку и дозваниваемся, чтобы помочь клиенту с регистрацией. Регистрация необходимо сделать желательно, немедленно, хотя бы в этот же день. Кто делает это или кто-то делает, другой человек, это с данной спонсорской линии. Потому что в этой сделке заинтересована только спонсорская линия, друзья. Если клиент начинает открытым текстом отказываться, упираться, не стоит тратить на данного клиента времени более двух минут. Ну, максимум две с половиной. Мы приступаем к следующему звонку. Представьте, что вы нашли кувшин, потерли и появился джин. Джин говорит вам, о мой повелитель, я необычный джин. Сегодня ночью я положу в твою комнату сто слитков золота, каждый весом в один килограмм. Твоя задача за пять дней раздать сто слитков своим знакомым. Для этого ты должен пригласить их к себе и вручить каждому по одному слитку. Если за пять дней ты не успеешь раздать все слитки, они все исчезнут. Исчезнут также слитки, что осталось в твоей комнате. И исчезнут все слитки, которые ты раздал знакомым. Они посчитают тебя обманщиком. Если ты это сделаешь, то слитки сохранятся у твоих друзей и ты сам получишь еще сто слитков для себя. Это будет мое вознаграждение за твое добро и старание. Подумай, мой друг, все ли придут к тебе, чтобы получить золотой слиток бесплатно? Как ты будешь действовать?